Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите передачу «Путешествие с плюсом». Её будут вести Галина Конопасевич и Наталья Ерофеевская. Здравствуйте, друзья! А сегодня у нас в гостях Владимир Зернов, профессор, ректор Российского Нового Университета. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, Владимир! Добрый день! Сегодня мы поговорим о интересной очень стране. Она небольшая, но очень насыщена, я не знаю, с точки зрения духовной, культурной, материальной, всяких разных ценностей. Это Эквадор. Замечательная страна. Замечательная страна. Вот с этого давайте начнем поподробнее. Как вы туда попали? Как вы туда попали? Всё очень интересно. Так получилось, что за последние годы мы наработали много в области медицинских приборов. Прежде всего, это кардиокоды и наш отечественный полиграф, который на три порядка точнее, чем наш зарубежный конкурент. А страны Латинской Америки, у них хотя ВВП на человека существенно меньше, чем в России, но они ищут свой путь развития. Вот национальную идею. Вот не только мы, но и они ищем. Для нас национальная идея почти очевидна, вот во всяком случае для меня, решать наиболее сложные задачи, которые есть в мире. Это удел русских. Интересно. И именно за счет этого жить. И мы должны жить намного лучше, чем живет весь мир. Я готов это обосновать. Это не только моя точка зрения. Эквадорцы со мной, кстати, полностью были согласны. И на нас вышли некоторые страны, а у них же там все-таки президенты довольно часто меняются. И в некоторых латиноамериканских странах президентами стали врачи. В том числе кардиолог. Где-то они общались, они ищут по интернету. У них идея очень простая. Чтобы продолжительность жизни была самая большая в мире. Они именно с этой целью избрали президента врача? Нет. Президента врача избрали, потому что надоела им та ситуация, которая у них была. И врач в силу борьбы стал президентом. Но все равно от профессиональных знаний никуда не денешься. Он знает, что есть такая задача гемодинамики, которую нужно решить. Если ее решишь, то тогда довольно легко и просто. Это буквально дело нескольких десятков секунд. Мы определяем гемодинамику человека. То есть не по отдельности все органы, а практически всю сердечно-сосудистую систему. И на основе ее не только даем прогноз развития, но и даем эффективность потребления лекарств, как человек переносит ту или иную ситуацию. Вот таким вот образом мы и попали в Эквадор. Нас пригласило правительство Эквадора и местный университет. Кстати, университету чуть больше 400 лет. Ого, они чувствуются. Старинные. Довольно старинные. Очень интересно нас там принимали в университете. Чрезвычайно интересные дискуссии. Но самые интересные дискуссии были, конечно же, в правительстве, в других учебных заведениях. Кроме основного университета, у них тоже довольно много учебных заведений. Эквадор довольно большая страна. У них более 20 миллионов населения. Да, очень разнородное население. Есть провинции, которые населены афроамериканцами. То есть это выходцы из Африки, негры под 2 метра, такие атлеты крупные. Есть провинции, где живут индейцы Кичуа. Небольшого роста, очень шустрые. Такая разнообразная страна. Да, у них и много конфессиональности, и очень много... И религии тоже разные. И религии разные. Но вот как в трех, когда мы уезжали, с нами была девушка, гид. Я не знаю, как сказать. Ну, в общем, она индеец. Но девушка. Правильно, мы поняли вас. Не знаю, как это, к сожалению, сказать. Но не индейка. И когда в расставании обнялись, а потом она руку пожала. Так я потом полчаса пальчики в нафту у меня крепкая рука. Пожала, так пожала. Пожала, так пожала руку. Крепкий народ, получается, индейцы. Очень крепкий. И очень оригинальный. Великолепно относятся к нашей стране. Это радует. Фантастично хорошо. А почему они нас так любят? У них, вообще-то, наряду с отрицанием всего того, что идет из США, а идет отрицание. Национальный герой, конечно, Че Гевара. На улицах, в университете, даже на официальных зданиях мы везде видели портреты Че Гевара. Они какая-то просоветская страна, получается? Раньше она была просоветская. Вот первое, что мне сказали, когда я пришел на прием в Министерство здравоохранения, и мы показывали наш прибор, пришли люди. Говорят, ну сколько это у вас там, час, два. А дело в том, что наш прибор, он заменяет многие другие, на которых исследования длится неделю, две. Ну, максимум, там, минимум, то есть, извините, несколько часов. И когда они увидели, что это 15-20 секунд, они были шокированы. Так ваш прибор, получается, это ноу-хау какой-то, да? Это очень большое ноу-хау. Да, это фантастическая инновация. Она бы позволила решить проблему народосбережения в нашей стране очень просто. Если его внедрить, там, где он внедрен, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается примерно вдвое. Где на 40%, где на 45%, где даже больше. Но минимум это 36%. Это единственный регион, где получился. Они тоже хотят это внедрить. У них такие же проблемы, как у всех. Но если у нас национальная идея, может, я не прав, но с моей точки зрения, решать наиболее сложные задачи и за счет этого быть самой передовой страной мира, какой, собственно, и был великий и могучий Советский Союз, то они в поиске национальной идеи ничего другого не придумали, как получить наибольшую продолжительность жизни в мире. Ну вот вы совсем молодые, я бы сказал, слишком юные. Вы не помните то время, когда регулярно выходили книгочки СССР в цифрах. Вот мы всегда с нетерпением ждали. Почему? Там кроме экономического роста, производства стали, тракторов, автомобилей и так далее, танков не было в этой книге, сколько мы производили, потом узнавали. Там был самый главный пункт продовольтной жизни в нашей стране, вот продовольтной жизни в СССР, мы ничуть не выступали в любой развитой стране мира. Любой. Семьдесят четыре в последние годы было. Для мужчин разные, для женщин и для мужчин. Разные. Женщины было, кажется, 76,5, сейчас уже не помню, это все-таки было 30 лет. Но это же было 30 лет назад, за это время весь мир ушел вперед, а мы, к сожалению, откатились назад. Причины разные, но эквадорцы за нас переживают не меньше, чем мы сами. Вот когда мы пришли в Министерство здравоохранения, я думал, что это руководитель Министерства, это оказался руководитель правительства. Ему стало интересно, что же такое привезли эти русские, которые вечно весь мир удивляют. Он пришел, чтобы его посмотрели. Ну, пришел какой-то человек, смотрим. И когда он узнал, ему показали, что я работал в советское время на Старой площади, и он на меня накинулся чуть-чуть не за грудки. Зачем вы развалили СССР? Я говорю, да мы не разваливали, мы наоборот старались. Даже слушать не хочет. Вы плохие люди, ну, мы, понятно, на английском языке, у него английский не очень, у меня английский не очень. В конце концов, я ему говорю, ну, в чем же причина, хоть вы хоть скажите, почему вы так? Он подпрыгнул, есть такой вот жучек, такой кругленький, невысокого роста. Там практически все, у них какая-то часть, да, часть крови индейской, часть испанской, часть негритянской. В общем, вот такой винегрет. Они, как правило, здоровые, крепкие. И он говорит, СССР была единственная страна, которая и фигу мне под нос показывала фигу американцам. И мы, говорит, этим гордились, что есть страна в мире, которая не подчиняется их диктаторам. А чем же, вот, все-таки, хотелось бы узнать, так не любят американцев? То есть, вот, нас любят, да, россиян, а вот к американцам, Соединенные Штаты Америки. Нас предупредили, прямо по приезду. Не вздумайте сказать, что вы американцы. Если вы это скажете, потом могут быть неприятности. Ну, мы говорим, да какие неприятности, чего там нам, что море по коленам, мы русские, мы там можем сейчас собраться и на Эверест пойти с маленьким рюкзачком. Мы такого тут насмотрели. Нам рассказали, что была предыдущая делегация Россия и Украина. Ребята в виде шутки сказали, что они из США, пришли в ресторан, все нормально. Ну, мягко говоря, их выкинули за шиворот на улицу. Сказали, что они плохо себя вели. Начали выяснять, в чем же дело. Они себя вели вроде бы нормально. Оказалось, что ребята в виде шутки сказали, что они американцы. Просто сориентировали население неправильно. Почему такое отношение? Мы у них много раз спрашивали. С одной стороны, у них доллар, валюта. С другой стороны, вы видите, после Сноудена, вот еще раз убедились, практически все страны заявили, что готовы дать ему убежище. Идет диктат, ну и передавливают. А в любой ситуации, когда передавливаешь, пружина, она сжимается, сжимается. Вот там пружина сжата до предела. Лучше их не трогать. Вот все, что касается нас предупредили. Вот вы лучше не раздражайте и не трогайте. Вы вот скажите, что вы из России. Когда мы говорили, что мы русские, какое было отношение? Вот на фотографиях, на некоторых видно, где мы были на границе, на экваторе. Очень интересно, как раз мы сказали, что мы из России, какое было отношение у людей, которые впервые в жизни видели людей из России. Так что нашим туристам можно спокойно располагаться, как у себя дома, и чувствовать себя совершенно комфортно и защищенно. Вы не поверите, русских масса. В Эквадоре. В Эквадоре русских очень много. Что они там делают? Да, интересно. Кто отдыхает? В основном работают. А, в основном работают? Да, причем работают на таких самых-самых передовых областях. Это и, конечно же, нефтедобыча у них там есть. И это металлургия и машиностроение. Очень много наших машин советских, особенно Нивы. Нива там буквально, ну, чуть ли не каждая четвертая, пятая. А вот интересно, вам не кажется странным, что, в принципе, сейчас достаточно много всяких разных машин, которые могли бы поконкурировать с Нивой? А почему такая вот любовь какая-то, мне кажется, у себя во вред уже на Ниве ездить? Мне кажется, это не очень комфортно, как вы считаете? У Нивы есть одна особенность, как у УАЗика. Она практически не ломается. Вот самую большую рекламу, которую... Они очень практичные эквадорцы, причем. А, то есть на долгое время, да, можно на Ниве ездить? Во-первых, на долгое время. Во-вторых, как ни парадоксально, вот то ли так случайно получилось, то ли специально. Но у Нивы и бензин, не очень высокое октановое число. И второе, она достаточно экономичная, как ни удивительно. Хотя у нее два моста ведущие, и они Ниву обожают. Я просто подумала, может быть, эквадорцы подумали, пусть нам будет хуже, но назло американцам будем ездить вот на Ниве. Но это не с этой точки зрения, да? Мне кажется, нет. Мне кажется, просто из-за того, что очень удачный автомобиль. Ясно. Очень удачный. Я вообще считаю, что наш автопром был достаточно развит, и они много раз говорили, что очень обидно, что мы потеряли ту техническую мощь, которая была присуща, еще раз повторюсь, великому и могучему Советскому Союзу. Почему все-таки не любят-то вот американцев? Почему? Причина. Передавливают. Они, американцы, им навязывают свою культуру. Вот раньше у них было модно, сейчас, вот если Кока-Колу на улице кто-то пьет, ну, это считается признаком дурного тона. У них совсем другой стиль жизни. Вот мы были, мы просто поразились. Мы, как нормальные русские, воспитанные в Великом Советском Союзе, по утрам делаем зарядку. Первое, что мы стали искать, стадион, где же делают зарядку. Смотрим, а рядом с гостиницей стадион, пошли туда. Я такой картины только в Китае я подобное видел. Стадион большой, в центре Кита, зеленые, море там турников, всего прочего. И, наверное, около тысячи человек делают зарядку. Кто бегает, кто танцует. Какое время было? Время было, по-ихнему, где-то в районе 7 утра. Возраст, самый интересный возраст. От детишек, которые только-только научились ходить, до бабулек за 80. А вот это вот с чем связано? Это все-таки связано с тем, что у них было похожее, политические строя, похожее как-то культурное развитие. Вот в плане, ну, советский строй же диктовал определенный образ жизни, там, здоровый теле, здоровый дух и все такое. Либо это не вот такая вот нация, которая любит вот так заниматься по утрам. Китайцы, вот мне кажется, именно выращены в таком вот духе. Любят они, у них много, как правильно сказать, единоборств каких-то видов борьбы, которые придуманы самими китайцами. Может быть, это как-то связано с национальными корнями. Я вам вопрос задала, но дам вам на него ответить сразу после рекламы. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем передачу «Путешествие с плюсом». Ее будут вести Галина Конопосевич и Наталья Ерофеевская. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. А сегодня у нас в гостях Владимир Зернов, профессор, ректор Российского нового университета. Еще раз здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Вот теперь есть возможность продолжить наш разговор. Да, вот на вопрос, с чем связано. Мы сами у них спрашивали, почему у вас такая любовь, потому как мы подобно видели только, как вы правильно сказали, в СССР и в Китае, где действительно был культ здоровой жизни. У них это вот с корнями уходит в далекое прошлое, потому что больной человек у них просто не мог выжить. Я когда-то читал Зигмуда и Гонзилку, путешествия по Южной Америке, ведь у них и тогда границ не было, а сейчас тоже фактически границ между государствами нет. Там очень сложно понять, где ты находишься. Только по дороге может быть, а если ты отъехал с автострады... Никаких таможенных пунктов, ничего нет? На автостраде есть, а за автостраду отъехал все, там... Ты ходи как хочешь. Где хочешь и как хочешь. Все в одной стране, как гулять. Да, и у них это культ. Быть здоровым, это модно. Тренд. Да, я вот обратил внимание, когда мы учились, вот я закончил московский физтех, у нас десятки турников стояло. Я поймал себя на высли, что вот я как в молодость вернулся, у них десятка, два или три турников стоит на стадионе. И многие из них заняты. То есть люди приходят, подтягиваются, пробежка снова, подтягиваются. Кто на велосипеде, кто на тренажерах, кто как. Великолепный город. Это долина, но это высоко в горах. Да, мы можем сейчас немножко посвятить, может быть, свое время, в второй половине передачи. Больше об Эквадоре рассказать, может быть, о каких-то городах, об их традициях. Мы уже поняли про их отношение к русским и к американцам. Это одна черта, которая им присуща, и они считают, что Россия здесь должна играть ту роль, о которой мы в самом начале говорили. Они убеждены, что Россия является одним из лидеров, он может быть и основной лидер развития научно-технического прогресса в стране. Вы с этим согласны? Полностью. Когда мы беседовали в основном их университета, был специалист по радиофизике, и он спросил, знаю ли я профессора Гуляева. Я говорю, конечно, великолепно знаю, более того, мы давние друзья. И он говорит, ой, я восхищен. Это тот человек, благодаря которому появились мобильные телефоны в мире, это волны Гуляева. И если бы не его школа, я ему иногда говорю, вот не мог подождать лет 15-20, так еще бы спокойно пожили. А то нигде же не спрячешься, везде тебе достанут этот телефон. И они много приводили примеров. И когда мы говорим, что каждая четвертая инновация в мире, эквадорцы уверены, что чуть ли не каждая вторая инновация в мире родом из нашей страны. Но это не голословно, у них на это есть какие-то основания. Они считают очень четко несколько самых передовых позиций. Это, конечно же, космос, это, конечно же, атомная энергия. И когда мы показывали наши приборы, вот пришел один из руководителей правительства, чтобы посмотреть, что же такое. И когда мы ему все мгновенно показали, он просто был поражен. А больше всего его поразило, что мы можем такое уже снять не только здесь, в Кито. Кито это современный город, конечно же, с огромным населением. Вот видно здесь, как он разбросан. Красивый очень город. Но это можно снять в любом месте, в джунглях, где угодно. Где есть интернет и мобильная связь, и тут же передать врачу. И через минуту-две получаешь ответ, и специалист говорит, что с вашей сердечно-сосудистой системой. Он был просто поражен, шокирован. Это вы все про свой прибор рассказываете? Но мы там не только прибор. Мы им рассказывали про наши нанотрубки. Мы делаем самые чистые в стране и в мире нанотрубки. Они мгновенно находят, вот нужно это должное. То ли это то, что они не так давно были действительно настоящими индейцами. И вот в джунглях жили, пасли скот. Они мгновенно нашли применение. Вот нужно было увидеть, что буквально там за час уже было готовое решение по бизнесу, по всему. Мы объездили много окрестностей вокруг этого города. Ну, конечно же, у нас, как бы это помягче сказать, Россия немножко, во всяком случае, Москва и окрестностей ухуже нее немножко. Это очевидно. И дороги у нас немного получше. У них больше колорита. Неожиданно встречаешь, там идут индейцы в национальной одежде. Вот думаешь, это что такое, спрашиваю, какой-то праздник. Да нет, это, говорят, из провинции приехали, они там так всегда ходят. Они до сих пор носят свои национальные одежды. Так и ходят. Так и носят. А вот это смешение крови, как вы сказали, немного индейское, немного там... Испанское и африканское, да. Это нормальное у них смешение или это редкие такие? Нет, это везде. Люди живут вместе, да. Это везде. Вот мы допытывались у того, кто нас принимал. Он ректор небольшого вуза. Но в недавнем прошлом депутат парламента, такой очень известный в Аквадоре человек. Кто же он по национальности? Я говорю, вот вы кем себя считаете? Индеец. Он говорит, ну, наверное, да, но не совсем. Хорошо, испанец. Ну, наверное, да, но не совсем. Афроамериканец. Он говорит, нет, наверное, поменьше. Ну, немножко наверняка есть. Потому что стал рассказывать, что у него братья как-то более черные, чем он. Вот. Было очень интересно все это смотреть. Да, они очень дружелюбные люди. Невероятно дружелюбные. По отношению друг к другу, вот если люди разных национальностей, там, разных народностей. Я надеюсь их друг к другу, но когда мы запутались все-таки и спросили дорогу, лучше бы мы этого не делали. А что случилось? Несколько человек сразу на перебой, они чуть не поссорились, кто из них нам укажет и буквально отвезет. Они тут же, вот автомобиль, мы говорим, а это что, далеко? Да нет, он говорит, 200 метров. Если они вам свой автомобиль предложили? Да, мы вас отвезем, все. А что, так далеко идти? Они говорят, да нет, 200 метров. Мы говорим, ну, мы пройдем 200 метров, наоборот, приятно. Ну, как хотите, может, вам тяжело, мы вас отвезем. Потом, в конце концов, перешли на другую сторону улицы, он поднял голову вверх и говорит, ну, вот ваша гостиница. Вот, то есть, настолько отзывчивый народ, да, интересно. А что еще там вот в Эквадоре такое, что бросилось в глаза, вот интересное? Невероятное стремление к новым знаниям. Вот, это примерно то, что было в нашей стране, вот, когда мы запустили Гагарина. Вы не помните, а я-то это помню. Да, да. Был невероятный энтузиазм, я такой энтузиазм никогда не помню. Вот, когда Гагарин полетел в космос, я учился в школе, и у нас не было в нашем селе электрического света, при лампах учились. Но подъем был настолько высокий, я до сих пор не могу понять, как люди узнали, потому что к обеду уже был митинг. Все, кто работал в селе, все собрались, ну, сказать, что чепчики, от чепчиков не было видно небо, это значит ничего не сказать. Людей бросали вверх от радости, вот такой был подъем. Все хотели стать космонавтами потом, дети, в дальнейшем. Многие хотели стать, многие, да. Эквадорцы обладают таким же энтузиазмом, который у нас был в те времена. Да, у них сейчас такой же энтузиазм, такой же подъем, и они очень хотят внедрить у себя новое. То есть, они, постиндустриальное общество, понимают так, как это прописывают классики. То есть, взять новое, его наилучшей пользой для себя использовать и внедрить. И в этом плане, мне кажется, вообще латиноамериканцы, они могут обойти практически любую страну. И вот наряду с тем, что у них везде портреты Че Гевары и, казалось бы, революционный дух, но где-то они нашли в учении Че Гевары, что как и мы, у Ленина, главное учиться, учиться и учиться, так и они нашли у Че Гевары. Дух у них присутствует, да, они всегда готовы что-то перевернуть, что-то сделать, свергнуть. Они не терпят несправедливости. Вот это у них просто, вот все нормально, все спокойно. Мы им говорим, вот объясните феномен у Чавеса, он тогда еще был жив, когда мы были, хотя никто не ожидал, что он так быстро уйдет. Почему он так, о, говорит, Чавес, это же наш лидер, наш боливер, как они его называли. Потому что он не терпит несправедливости. Они считают, что по отношению к ним Соединенные Штаты ведут себя несправедливо. А вот СССР вел себя справедливо. А вот это отношение к Соединенным Штатам, кто справедливый, кто несправедливый, это же понятие немножко растяжимой справедливости. Кто-то, наверное, все-таки им помогает это определение для себя вывести? Вот это справедливо, а вот это нет. Я имею в виду со стороны властей, есть какая-то пропаганда, может быть. Я ее не заметил и не ощутил. Многие люди получили образование в Штатах. Вот мы беседовали с людьми, которые закончили Стэнфорд, MIT, Гарвард, выпускник Гарварда, медик. Но отношения у него, мягко говоря, не позитивные. Может быть, потому что в Штатах было такое отношение, они все-таки не белые, а как бы афроамериканцы. Может быть, это как раз университет, их медицинский факультет в Эквадоре. Это в Кита. А это что за три архитектуры на какое-то сооружение? Это в университете Стэлы, у них же там за эти 400 лет много всего происходило. Была борьба за независимость, были еще какие-то войны. У них как-то это все перманентно. Они быстро-быстро могут собрать армию, 15-20-30 тысяч человек и пошли воевать. Владимир, у нас еще несколько минут есть. Вот что вы подумаете, что еще вы нам, интересно, не рассказали, чтобы нам потом не горевать, когда вы уйдете, чтобы мы не спросили вас об этом. Самое главное, чтобы у нас была хотя бы часть того энтузиазма, который был в СССР после запуска Гагарина, вообще в 60-70-е годы. Вот когда каждый год жизнь становилась лучше, вот когда сейчас идут, я человек абсолютно аполитичный, мне вот практически безразлично, но все равно задумываюсь, а вот как же, какая же пропаганда была при СССР? Да не волновали нас все эти рассказы, нас волновало другое, что каждый год реально жизнь становилась лучше. Почему? Автозавод запускался, новые дороги строились, новые фабрики вводились. Реально раз ВВП на человека. Вот чтобы у нас проснулся вот этот дух и вот эта гордость за свою страну, потому что со стороны, как говорится, оно всегда виднее, эквадорцы глубоко убеждены, что Россия мировой лидер в области научно-технического прогресса. Вот просто убеждены. В общем, у эквадорцев нам нужно позаимствовать какой-то вот этот общий настрой, стремление к всему новому, энтузиазм. Вот видите, вот наша Нива, причем их там стоит буквально на каждом шагу. Вот энтузиазм, стремление учиться. Вот мы были в университете, были долго, наверное, часа 4 или 5. Выходим уже поздно, наверное, часов 10 по местному. Я говорю, а что же такое у вас везде горит? А это, говорит, читальный зал. Нам стало интересно, мы вернулись, читальный зал будет практически весь забит людьми, все учились. У них там преподаватели, дают консультацию, люди учатся, постигают знания. У них нет такого, как вот нас показывали в старых советских фильмах, все едут в метро, ну не знаю, есть у них метро или нет, в автобусах, там, в транспорте, все с открытыми книжками, там, газетами, журналами читают. Что-то вроде того. Я этого не видел, но я видел другое. Часть людей бегает на стадионе, а огромное количество сидят на скамейках вдоль и читают. А какие у них еще ценности? Что они любят? Ценности семьи, например, или ценности какие-то, хранение традиций или что-то особенное еще в этом доме? Традиции семья у них на первом месте, потому что у них это заложено, им это все передано с религией инков. У них уважение не столько к семье, сколько к клану, но сейчас клана нет, есть семья. Да, они всегда поможут, если у нас это земляк, у них это представители одного и того же сообщества. Когда они нам стали показывать и говорили в музее, сколько у них племен населяет, мы были в шоке. Под сотню. Вот таких вот маленьких групп, они очень дружно живут и очень гордятся, если кто-то там чего-то добился, получил патент международный. У них как-то это вот, мы даже не знаем, что у нас там сосед или кто-то получает международный патент. Вот в нашем вузе десятки патентов, да, наши это знают, но а так никому это неизвестно. Был жив Сергей Петрович Капица, он иногда об этом рассказывал. То есть так настолько они друг друга прониклили, интересно им это все, да, как живет человек. Им это не только интересно, они понимают, что на чем-то из этих они построят то, чего у никого нет и станут жить не хуже, чем живут те же североамериканцы, которые они, мягко говоря, не очень любят. Ведь уровень жизни у них намного ниже, чем у нас. И это их никак не расстраивает, не огорчает. Это их не расстраивает и не огорчает сильно, но это их заставляет постоянно думать и постоянно реально оказывать воздействие на малый бизнес. Там малый бизнес, не дай Господь, тронь. Вот мы на этом уже должны закончить нашу передачу. Вот на такой вот интересной ноте, что... Об этом в другой программе поговорим. Да, вот такой энтузиазм и вот такую человечность и оптимизм нам нужно сохранять в повседневной жизни. Спасибо вам, Владимир, что вы пришли к нам в гости. Спасибо, что пригласили. Хорошо, пожалуйста, да, приходите к нам еще, очень интересно рассказывайте. И много, кстати говоря, таких интересных вещей, которые не прочитаешь просто так в интернете. Дорогие друзья, оставайтесь оптимистами и энтузиастами. У нас в гостях был Владимир Зернов, передача Юлия Галина Конопосевич и Наталья Ерофеевская. До свидания. До свидания. До свидания.